Маленькие дети верят в поддиванных монстров, привидения и всякие мистические явления. Повзрослев, мы думаем, что поняли, как устроен этот мир. Но так ли это на самом деле? Возможно, мы видим только то, что нам показывают, а многое остается скрытым для обывателей. Сегодня я покажу вам то, чего люди точно не должны были увидеть. Возможно, поддиванный монстр действительно плод воображения. Но подводный монстр действительно существует, эти кадры тому доказательства. Этот песок выглядит фантастически. Но, скорее всего, свечение вызвано высоким уровнем радиации. Это своеобразная катушка Теслы. Ее электромагнитные волны появляются под музыку немецкой группы Скарпионс. Это реальная магия, которая основана на законах электродинамики. В одной индийской деревне удалось заснять козла, которые ходят на задних лапах. А может быть, это вовсе не козел? Как думаете? А эти удивительные кадры удалось снять в Токио. Внезапно из-за деревьев появилась огромная голова женщины. Если знаете, как это можно объяснить, пожалуйста, напишите в комментариях. Этот мужчина забрался на нос самолета перед полетом, а затем внезапно появился перед пилотом, который точно такого не ожидал увидеть. Что ж, удивил так удивил. Многие туристы рады увидеть хоть одного дельфина в открытом море. А у берегов Южной Калифорнии удалось снять эти невероятные кадры. Иногда вода в озере замерзает так быстро, что рыба оказывается в ледяном плену. Если бы все узнали о таланте этих обезьян, продавцы сигнализации быстро бы обанкротились. Люди любят кататься верхом на лошадях, а обезьянки на поросятах. Похоже, эти малыши отлично ладят друг с другом. Как же это мило. Этот шедевр из Мельбурна очень скоро заставит людей взглянуть на искусство по-новому. Думаю, вы не сразу поняли, что это. На самом деле, это футуристические часы от шведских дизайнеров. Эти удивительные часы разработали дизайнеры Эммануэльсон и Бастин Бишов. Своё творение они назвали миллион раз. Посмотрите, что произойдет с плавающей свечой, если накрыть ее бокалом. Казалось бы, она должна была погаснуть, как только закончится кислород. Но этого не происходит. Если знаете почему, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Это кочевые пески Венесуэлы. Ветер создает дионы, которые постоянно перемещаются, поэтому дороги время от времени превращаются в песчаные тоннели. Это устройство, которое создано из суперсовременных материалов, способно уловить любой сигнал, поступивший из космоса. Многие уверены, что правительство уже давно ведет переговоры с инопланетными цивилизациями. Другие считают, что кое-кто просто насмотрелся фантастических фильмов. Ученые надеются получить ответ с помощью этого устройства. Пока некоторые переживают из-за возможной атаки инопланетных цивилизаций, обычные петухи под воздействием радиации достигают невероятных размеров. И это уже по-настоящему страшно. Мало кому удавалось увидеть конец радуги, но этот водитель вот-вот к нему доедет. На самом деле доехать до конца радуги невозможно. Нам кажется, что она обрывается на горизонте, но это не так. Если подняться выше над землей, то будут видны нижние участки дуги. Пожар не могли потушить на протяжении пяти часов. Возгорание произошло из-за утечки газа из трубопровода. Три пожарных судна тушили очаг. Только посмотрите на этих обезьян. Они утрут нос даже бойцам спецназа. Однажды на берег Нидерланда вымыло гигантскую фигуру человечка Лего. Прямо-таки закрадывается подозрение, что Лего-герои бороздят моря на своих кораблях. Правда, фигурка могла выпасть из грузового судна. И да, мы все равно не узнаем, так что каждый может верить в то, во что хочет. Этому парню нужно было отвезти свою корову к ветеринару. А из транспорта в его распоряжении был только мотоцикл. Но они все равно доехали. В тесноте, да не в обиде. Честно говоря, я не думал, что мотоцикл может сдвинуться с места с таким грузом. Уверен, что все водители, которые видели такого необычного пассажира, были в шоке. Творческий человек, к любой задаче подходит с креативом. Одному художнику поручили кормить куриц. И смотрите, как он это сделал. Талантливый человек, талантлив во всем. Скульптор из Германии создал водяной вихрь, в середине которого может постоять человек. Но вдруг кому-то очень захочется. Возможно, в этом есть какой-то глубокий философский смысл, но пока это известно только самому скульптору. В бадминтон невозможно играть самому. Нужен соперник. Этот человек решил сыграть против ветра. Как эта кошка смогла забраться на такую высоту? По сути, это уже не так важно. Самое главное, что ее удалось достать, и животное не пострадало. Субтитры создал DimaTorzok